Испытать себя и зарядиться эмоциями. Магнитогорцев приглашают стать участниками стальных игр ММК. Гонка с препятствиями состоится 1 октября. А в преддверии соревнований организаторы провели открытую тренировку, на которой желающие могли ознакомиться с этапами. Какие препятствия ждут участников гонки, увидела наша съемочная группа. Участников соревнований ждет увлекательная гонка. Им предстоит преодолеть 5 километров трассы и более 25 этапов. Основные препятствия сосредоточены на центральном катке. Чтобы ознакомиться с ними заранее, организаторы провели открытую тренировку. Сложность, наверное, в рукоходах. Самое основное в гонках препятствия, это то, что тебе надо бежать. И не просто бежать. Допустим, когда у тебя просто легкий бег, ты бежишь и постоянно держишься в одном ритме. Тут же ты проходишь всякие испытания в виде перепрыгивания рукоходов. То есть у тебя постоянно сбивается темп и постоянно тебе заново надо его наращивать. В этом такая больше всего заключается сложность. Владимир Логинов в числе тех, кто решил бросить вызов самому себе. Молодой человек трудится на металлургическом комбинате бригадиром отгрузки 100 на 5000. В свободное время занимается кикбоксингом. Это что-то новое. Поэтому почему не испытать себя? Нужно пробовать что-то новое. В спорте должно быть везде разнообразие. Привык принимать участие в разных соревнованиях. То есть различного уровня. И всегда доказывать в первую очередь себе, что можно быть в топе. Почему нет? То есть конкурировать с достаточно сильными ребятами. Настоящую конкуренцию участникам может составить Марина Митина. Она не раз принимала участие в масштабном забеге с препятствиями гонка героев. Это просто мое любимое занятие. Мы как бы с Максимом Мельниковым, с организаторами ежегодно участвуем в гонках героев. Там бегаем как инструкторы. И половина препятствий там похожи на эти. Поэтому как бы то, что не в новинку, мне проще. А если что-то новенькое будет, то уже, мне кажется, будет тяжело. Я всех своих знакомых, всех своих подруг постоянно с собой подтягиваю, чтобы они тоже участвовали. Потому что меня как-то позвали лет пять назад, первый раз участвовать в гонку героев. И все, меня это затянуло. И мне как лето начинается, это мое самое любимое занятие. Стальные игры ММК в городе пройдут впервые. Их инициировал спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» при поддержке ПАО ММК. Организаторы переняли опыт у коллег и сделали свою гонку с препятствиями. Гонки с препятствиями – это с того года уже как официальный вид спорта. То есть в этом году, допустим, у нас ребята, ну вот у нас тут идет как представительство еще Челябинской области по гонку с препятствием. У нас ребята уже есть, которые выполнили нормативы на первый разряд уже в этом году. А Челябинской области, конкретно у нас нашего города. И то есть как бы в планах у нас было общее развитие вот этого вида спорта. То есть здесь будет как тренировочная база у нас, которая, можно сказать, тоже будет уникальная. Такой по области у нас, по крайней мере, такой масштабный, массивный есть. Есть еще в Челябинске один зал. Вот. И у нас будет такой зал в городе Магнитогорске. Стальные игры ММК пройдут 1 октября. Принять участие в гонке с препятствиями могут все желающие старше 18 лет. Наличие медицинской справки обязательно. Подробную информацию можно получить на официальном сайте спортивного клуба «Металлург Магнитогорск» и в социальных сетях. Ольга Аникина, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИН.